В Махачкале 13.45. В студии Светлана Свет-Гусейнова, редактор выпуска Бедернисе-Гусейнова. Доброго дня. Новости. Реагирование органов власти на обращение дагестанцев. Итоги реализации мероприятий по повышению надежности энергоснабжения махачкалинцев. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в том числе в рамках года семьи. Реализация проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Эти и другие вопросы обсуждены сегодня на совещании по актуальным вопросам под руководством Сергея Меликова. Обновление парка общественного транспорта, безопасность пассажирских перевозок, качественные дороги. Эти и многие другие вопросы обсудили на конференции по развитию общественного транспорта региона до 2030 года. Репортаж Магомеда Баширова. Развитие общественного транспорта – это не только обновление автопарка, но и обеспечение отрасли кадрами. Безопасные и качественные дороги и обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Поэтому перед домом дружбы новые автобусы и дорожные спецмашины. Глава республики осмотрел выставку с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Мы двигаемся в плане физического оснащения организаций, занимающихся общественными перевозками. Это вот такие дискомпольные и комфортные автобусы последних поколений, в том числе оснащенных и системой кондиционирования, и оснащенных установками для маломобильной группы пассажиров. Нам это надо. У нас их очень мало сегодня. И то количество 47, которое мы получили, оно далеко не удовлетворяет потребностям населения. Перед пленарной частью конференции прошли секционные занятия. Представленная концепция развития общественного транспорта до 2030 года позволит решить сразу несколько стратегических задач, в числе которых формирование единой маршрутной сети, совершенствование тарифной политики и создание системы диспетчерского управления общественным транспортом. Определены и 8 локаций для строительства транспортно-логистических центров. Указанные транспортно-логистические центры планируются разместить с севера на юг, в зоне тяготения следующих расселённых пунктов. Это Качубей, Тарумовка, Багадарёвка, Тюбе, Загородный, Манас, Авадан, Ярак-Азмоля. Локации подобраны с учётом бурзоображающих зон, наличия инженерной инфраструктуры, связи и трудовых ресурсов. Маршрутная сеть Дагестана – это 718 регулярных перевозок. Интеллектуальная транспортная система – одно из направлений цифровизации отрасли. Это и безопасность движения, сокращение пробок и повышенный комфорт. Большое значение продаётся развитию федеральных дорог в регионе. 90 километров находится сегодня в работе. 15 километров мы вводим в эксплуатацию. Расширенность четырёх полос дороги А-217 уже сегодня, в первом квартале текущего строительного года. Всего 37 километров планируем ввести. В этом году введём проектирование ещё больше, чем на протяжённости 50 километров. И все задачи, которые перед нами стоят на ближайшую перспективу, по приведению в четырёхполосную полностью исполнение этой дороги, будут выполнены. Развитие экономики без правильной транспортной стратегии невозможно, поэтому глава республики призывает всех к общей работе. Она будет масштабной, но закрыть глаза на эти проблемы не получится. Самая главная задача – это наша с вами работа. Никто не придёт и за нас с вами этой работы не делает. Те проблемы, которые сложились и в вопросах, связанных с предбанкротным и банкротным состоянием наших государственных организаций, которые направлены на работу в обеспечении селений транспортными услугами, прежде всего автотранспортных предприятий. И то убогое состояние техники, которые в них находятся, и те проблемы, которые существуют с частным рынком в этой отрасли, извините, это все проблемы, которые мы сами с вами создали. Никто, кроме нас с вами, эти проблемы решить не сможет. Дан старт строительству и реконструкции участков федеральной трассы «Кавказ» в обход Тхасаюрта. Эта трасса является основной в транспортно-дорожной сети региона. Именно по ней осуществляются грузовые и пассажирские перевозки в направлении Азербайджана, государств Ближнего Востока. С церемонией закладки памятной капсулы Джамиль Салимов. Директор управления дорог «Кавказ» Александр Лукащук презентовал проект строительства обхода Хасавюрта главе республики Сергею Меликову и руководителю федерального дорожного агентства Роману Новикову. Строительство данного обхода позволит разгрузить трассу Р-217 в районе города Хасавюрт и других населенных пунктов. Вместе они приняли участие в церемонии закладки камня, символизирующего начало работ. Федеральная трасса «Кавказ» является основной транспортной сети региона. По ней осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки в направлении Азербайджана и других стран Ближнего Востока. Строительство обхода Хасавюрта заметно разгрузит не только саму трассу, но и внутри городскую сеть дорог. Новая дорога прежде всего снимет нагрузку с уличной дорожной сети города, что значительно повысит пропускную способность, безопасность участников дорожного движения и, безусловно, положительно повлияет на качество жизни как дагестанцев, так и наших гостей. Повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст новые условия для развития малого, среднего и крупного предпринимательства, на которое мы очень рассчитываем. В ближайшее время начнется строительство обходов Махачкалы и Дербента. С завершением всех работ пропускная способность трассы «Кавказ», являющаяся основной частью коридора «Север-Юг», значительно увеличится. Я хочу заверить от руководства Федерального дорожного агентства, от руководства Министерства транспорта Российской Федерации, что все те почины, которые мы с вами закладываем сегодня, они будут выполнены, поддержаны ресурсами и поддержаны теми положительными эмоциями, которые мы с вами заложим сегодня. По проекту предусмотрена реконструкция части уже существующей трассы с расширением ее до четырех полос движения и строительства объезда города Хасавюрт. Общая протяженность – 21 километра. Будет построено 7 мостовый эстакад, 5 скотопрогонов и зверепроходов, 3 транспортные развязки. Свыше 30 спортивных объектов построены в республике за прошлый год. Они возведены в том числе и в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Об этом рассказал министр спорта Дагестана Сажид Сажидов на итоговой расширенной коллегии ведомства. Репортаж Патима Сулеймановой. Несмотря на международный бан российского спорта и экономические санкции, 2023 год в целом выдался успешным, отмечают в министерстве. Высокие показатели в развитии физкультуры и спорта были достигнуты по всем направлениям. Не подкачали спортсмены. Так, на всероссийских и международных соревнованиях дагестанские атлеты завоевали более 2000 металей разного достоинства. Впереди олимпийские и паралимпийские игры. Самая основная наша задача в этом году – сделать все для возможного, для того, чтобы наши ребята, чтобы они подошли в своей оптимальной форме и выступили на максимуме, принеся нам золотые медали. Выступая перед коллегией, глава Минспорта подводит итоги работы ведомства. Только за прошлый год в рамках реализации ряда федеральных и республиканских проектов в Дагестане было построено 32 спортивных объекта. От малых и универсальных спортивных площадок до физкультурно-оздоровительных комплексов. Вопрос из зала Сажиду Сажидову. Когда в Махачкале будет завершен крупный спорткомплекс с бассейном? Объект на проспекте Имама Шамиля строится уже более 20 лет. Решение по долгострое уже найдено. Обнадеживает присутствующих руководитель ведомства. У нас сегодня есть некая договоренность, и мы на стадии подписания договоров с инвестором о том, что именно бассейн второго счета Махачкала, она будет за средства частных инвесторов достойным. Я думаю, мы в этом году уже по соглашению начнем, мы реконструкцию, и чтобы этот зал уже в следующем году там могли заниматься дети. С высоких трибун также поднимают вопрос необходимости строительства в Махачкале компактного дворца спорта, где проводились бы городские турниры. О проблеме знаем, над ее решением работаем, отмечает Сашид Сажидов. Нашли земельный участок, два гектара земли в районе озера Гёли. Сегодня отправим письмо, и будем задание на проектирование, выделение средств, задание на проектирование строительства там дворца спорта. После, как у нас будет проект, после зимы, мы будем или в республиканскую, или в федеральную программу включаться для того, чтобы построить там дворец спорта. Завершилось заседание расширенной коллегии вручением ведомственных наград отличившимся работникам отрасли. Погода. Сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В горных районах слабый. Температура воздуха 9-14 тепла. По Приморским районам 6-11 тепла. По горным районам 3-8, местами плюс 13. В Махачкале без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 тепла. Продолжение следует...